МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед тем, как стать донором, Алексею пришлось сдать тест на антитела. Он проходит в несколько этапов. Сначала у донора берут пробы венозной крови и помещают в центрифугу. В центрифуге кровь разделяется. Тяжелые клетки крови оседают, а жидкая часть остается. Ее и используют для исследований. Одна капля сыворотки способна показать, сформировался ли иммунитет на COVID-19. Например, после Алексея пришли еще двое потенциальных доноров из Гомельского и Будокошелевского районов. Однако ни у одного из них тест положительного результата не дал. Одна полосочка, например, иммуноглобулин М. Это говорит об остром процессе, который у пациента. Могут быть полоски там, где иммуноглобулин G. Это говорит о том, что пациент переболел, и у него выработался антитела, и есть иммунитет. Либо могут быть иммуноглобулины М и G. Это значит, что еще есть процесс, но уже иммунитет как бы ответил на данную инфекцию. Это отрицательное, когда мы на тесте видим только контрольную линию и больше никаких других полосочек. Непосредственно в день сдачи крови донора проверяют на отсутствие инфекции, а также определяют группу крови. Человек должен быть здоровым по всем показателям. Процедура длится немногим менее часа. От одного донора получают 600 мл плазмы. По факту человек вместе с плазмой теряет белок в организме. Он возобновится через 5-7 дней при условии соблюдения правильного питания. И через две недели процедуру можно проводить повторно. По заявкам Организации здравоохранения для пациентов, которые сейчас находятся в состояниях на ИВЛ или же в средней степени тяжести, будут направляться плазма. Стать донорами плазмы могут люди, которые перенесли заболевание и полностью выздоровели. Как правило, с момента полного клинического и лабораторного выздоровления проходит не менее 15 дней. Среди других условий для доноров вес не менее 50 кг и возраст от 18 до 60 лет. После того, как они переболели, эти доноры у нас или пациенты, реконволесценты, в плазме содержатся антитела. Есть два вида антител, которые вырабатываются. Это ранние и поздние, иммуноглобулины М и Г. Иммуноглобулины М вырабатываются на 5-10 день. Энемуноглобулины G чаще вырабатываются на 15-е сутки чаще. Одно из направлений лечебного эффекта заключается в эффекте пассивной иммунизации. Это не панацея, но в комплексе лечения ждем эффекта. В Гомельском областном центре трансфузиологии заготавливают цельную кровь, плазму и концентрат тромбоцитов. В год здесь получают около 23 тонн крови. Ежемесячно центр посещают более тысячи доноров. Работа продолжается и в условиях эпидситуации. Стать донором может каждый. При этом один человек, который решился на это благородное дело, спасает жизни четверых. Вероника Гамзюкова, Игорь Морищенко, Евгений Макеенко. Новости недели.